Здравствуйте, уважаемые зрители! На днях произошли два важных события, которые касаются нашей страны и отношений с друзьями-партнерами. Во-первых, вчера министр иностранных дел России Сергей Лавров дал пояснение по поводу скандальных высказываний своих коллег-политиков. И во-вторых, накануне в Анкаре был подписан план и определены перспективы военного сотрудничества между Казахстаном и Турцией. Вот об этих событиях мы сегодня и порассуждаем. Итак, по словам Лаврова, делая провокационные высказывания о территории Казахстана, российские политики просто пытаются привлечь к себе внимание. Политики по-разному выстраивают свои карьеры. Есть политики, которые гонятся за какими-то сенсациями, заявил глава МИДа и добавил, что от тех, кто определяет политику России по отношению к Казахстану, таких высказываний никогда не звучало и не прозвучит. Что ж, хочется верить господину Лаврову, но вот хочу заметить, что эти претензии по поводу казахских земель, которые якобы принадлежат России, звучат ведь из уст непростых политиков, которые только встали на скользкий тернистый политический путь. А вот, я бы сказал, мамонтов российской политики и даже патриархов. Федоров, Никонов, Мединский, Жириновский. Имена-то какие? Звучные, звонкие, давно известные. Причем все они давно во власти. Кто в законодательной, а кто и в исполнительной. Я вот не пойму одного, почему именно от России поступают такие вот недружественные нам заявления, упреки, претензии. Ведь мы 300 лет жили вместе, вместе прошли многое и через многое. В 91-м полюбовно разошлись, поделили границы, все оформили документально. Что еще надо? Зачем время от времени, а в последнее время часто, даже пугающе часто, поднимать-то то, что осталось в прошлом? Неужели, кроме вопросов о прошлых границах, в России нет своих проблем? Вас не давят санкциями, у вас не сокращается население, ваша экономика уверенно растет. Вы сначала разберитесь со своими спорными территориями – Калининградом, Крымом, Курилами. Зачем же предъявлять претензии к Казахстану? Ведь здесь Россию всегда называли братской страной. Или мы уже не братья? И что касается границ, если углубиться в историю, то вы увидите, что казахские племена кочевали по территории Астрахани, Оренбурга, Омска, Тюмени, Саратова, Кургана и Алтая еще с незапамятных времен. Это сейчас они российские земли, а до этого сотни лет там были казахские кочевья. И до сих пор там живут сотни тысяч казахов. Так что, дорогие российские политики, учите историю, ибо ваши заявления говорят о вашей необразованности. И теперь, что касается второй части нашей программы – о сотрудничестве Казахстана и Турции и вообще об отношениях двух стран. В отличие от России, турецкие политики никогда не позволяют себе спорных высказываний по отношению к казахам. А ведь могли бы. Я объясню почему. Замечу, два народа – турок и казахов – многое объединяет. Общий язык, религия, культура и самое главное – родиной турок является Казахстан. Именно отсюда вышли тюркские племена, которые потом перекочевали в Анатолию и завоевали те земли, что сейчас называются Турцией. Так что любой турецкий политик тоже может сказать Казахстану – отдайте земли, они ведь наши. Однако они этого не делают и, уверен, никогда не сделают. Им хватает и своих земель. В последнее время много говорят о Туране, туранской армии и так далее. Не знаю насчет общего государства под названием Туран, все-таки мы далеко друг от друга, но сотрудничать, конечно же, надо. И в том числе в военном плане, ведь сила турецкого оружия велика, в Карабахе они это ясно показали. Ну а что касается того, кто нам друг, а кто вдруг – решайте сами. Всего вам доброго и, конечно же, смотрите Атомикем Бизнес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова